Что-то вы там делаете не так, как все. Надо немножко быть чуть-чуть недовольным всегда продуктом, что что-то там новое найти. Говорит, я буду тебе присылать в пакетиках вакуумированных. Не угадал. Какое пиво получил? Специальная дрожжь, типа как вирус. У вас поселились, теперь и все. Вас уже не отпустят. Появляется терпкость такая немножко легкая, да? Это не для всех. Островной такой, дымный, 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 дымный. Представляешь, сидит весь бар, держу. Характер нашего пива. Первые два дня были раскуплены все бутылки, а это законно. Я к этому как бы был, ну, изначально, значит, не готов. Ты уже больше важный, как я. Это тот же напиток, только на 8 лет старше. Вот для ценителей. Ух, он такой вообще. Ничего себе. Привет, друзья. Сегодня 1 февраля 2020 года и мы находимся в Обухове Киевской области на местной пивоварне и заведении, пивном ресторане, который называется «Малли Бир». Немножко покажу и само заведение, и пивоварню. Непосредственно познакомлю вас с ее учредителем, владельцем, основателем, а также с пивоваром, который непосредственно варит пиво в данном заведении. Собственно, вот мы находимся уже в этом заведении. Валера Виноградова – это главный пивовар данного, данный пивовар, данного заведения. Ну, и его жена Светлана, которая технолог, да? Не-не-не, я управляющий заведение. Управляющий заведение. Вот они нас сегодня любезно пригласили продегустировать пиво, ну и, собственно, посмотреть на ту пивоварню, которая, ну, собственно, наверное, единственная в Абухове, да? В Абухове пока да. Особенностью данной пивоварни является то, что ребята выбрали для себя путь именно бельгийского направления. Основатель пивоварни – бельгиец, живет в Малле. В главной пивоварке, соответственно, там находится знаменитый Вест Малле, собственно, от которого и пошли такие знаменитые сорта стиля пива, как Крипель, самый первый Крипель в Сварелигане. Поэтому сегодня вот последователь в Украине. Мне немножко пеностойкость не нравится здесь. Ну, я это учел, уже у меня сейчас в танке стоит новая пшеничка. Немножко видоизменил ее. А в чем суть? Это бельговая пауза была не такая или что? Нет, я думаю, я не добавил. Я для пеностойкости немножко добавляю хлопья овсяных. Овсяные хлопья добавляю для пеностойкости. А здесь же я их забыл добавить. Ну, не забыл, скажем так, решил, да. Существует такое мнение, что на пеностойкость влияет вот белковая пауза. Да, да, нет. Здесь есть белковая пауза. Вместе с ребятами. И все, и уехали. И Валеру бросили и так вот под танки. Ну, да, было видеонаблюдение, были камеры. Они смотрели там издалека, но не вмешивались. Вмешивались. Ну, они звонят такой, на вайбер звонят. Валера, ты там забыл кинуть ингредиент какой-то. Ой, блин, я забыл, забыл. Давай там беги, там Тета лежит. А он раньше... А ты чем занимался раньше? Я рыбу делал у нас в кафе. Да, есть, да. Они были в своем кафе. Ну, еще я... Я имею в виду по специальности. Я камины делал, барбекю. Ну, строительством так подрабатывал, да, бригады были свои. То есть вообще не поняли. Какое пиво, а в чем пиво? Пиво был очень далек. Да. Ну, так оно пошло, я потом попробовал. Сразу куча информации, конечно, это... Хармошничка, хармошничка. Мозг. Два бокала? Давай, не, давай нам поблодим. Хорошо. Только дай нам, пожалуйста, вот эти ножки, как столбстый бокал. И, короче, так оно... Я записываю это все. Потом не могу за собой прочитать это все. Потому что все записываешь короткими, такими, знаешь, чтобы успеть. Видишь? Вот означается все, все пересылается, все записывается. Только все на английском. Вот эта система ПАУС, в принципе. А почему не в электронном виде? Или обязательно должен быть журнал такой? Журналы меня, все журналы только. То, если надо, что-то снял, от фар скинул. То есть вы понимаете, да, что значит крафтовое пивоварье? Вот это вот классическое крафтовое пивоварье, там где все вручную, и даже журнал заполняется вручную. Вручную, да, варто все вручную идет. Ну вот так вот. Архив подшивается. А, наверное, уже варил там, да? У них там есть у него сосед и друг, Патрик, который делал, собственно, это все оборудование в сарае у себя. То есть это не покупное, не там, не... Это все делалось вручную. Ну, по сути, покупали где-то там с того, но вручную, и делали, уже приделали его по себе, так как они это видели. Да, они дорабатывали это все. Так это тоже там делают? Да. Ну, они купцы эти были? Все, все абсолютно хендмейт, да? Да. То есть эти речки они давали, краны варили, крышки делали, потому что это все покупалось, они были голым просто. Не знаю из-под чего, но тоже, по-моему, из-под какой-то молочек, или немного. У них, в принципе, там есть маленькое пивальня на 250 литров. И они там вот и варят для себя, как у нас люди самогон привыкли гнать, знаешь, как... Так они у них там пиво. Они варят, 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 варят. Вернер начал сюда его привозить и говорит, попробуйте пиво. Ну, что мы после нашего пива, как бы, знаешь, так косо смотрим друг на друга. Вернер еще дрожжи эти выливает, все это говорит, что это такое, типа... Вернер, у тебя пиво какое-то... Вернер, а ты творчина. Пейте, 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 это нормально, это нужно так. Ну, мы все это друг на друга посмотрели. Самые витаминчики, да? Да. Хлопья такие, знаешь, так, покосились друг на друга, выпили. Потом раз, второе, потом все это говорит. Вернер, а ты когда будешь ехать? Мы уже привезли, подсели. Так всегда мои все знакомые, друзья, ну что, как они, пьете другое пиво, кроме моих? Говорит, не. Говорит, а знаете почему? Говорит, а это, говорю, там специальная дрожжь, типа, как вирусы. У вас поселились, теперь и все, вас уже не отпустят. Ну, отчасти есть что-то, ну, как бы, менеджер, что же, по сути, делаю сиросево-конопля. Кстати, приезжал мэр этого, помнишь француза из Сумской области? Глухова. Глухова. Приезжал сюда с женой, да, приехал, где-то дня визитка. Говорит, Валер, а ты не хочешь попробовать с конопли? В принципе, я видел, смотрел ролики, ну, делают. Ну, там, правда, промышленная конопля. Я говорю, как? А он сразу не промышленную выращивает. Нет, промышленную, а я говорю, типа, а что мы на рисунке изобразили? А это законно, ты вам сразу такой, знаешь. Как знать, как знать, может быть. А ты видел пиво с гелием? Ролик никогда не видел? Где-то в Германии сделал? Ох, боже, смеялись, конечно. Валера посмотрел, блин, ну, как его сделать? Пошли, взяли, вот это. У меня друзья, у меня друзья занимаются шариками. Ну, я увидел, представляешь, сидит весь бар, ржу, все голосами вот такими разговаривают. Там реально пьешь пиво, но я понимаю, что это должно на молекулярном уровне там настолько перемешаться, чтобы оно все это заработало. Короче, не получилось. Я не знаю. Я говорю, ну, я такой, знаешь. Она говорит, тебе надо быть таким образом. Все-таки это прикол. Да? Не, 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 не прикол. Есть, в ютубе посмотришь, есть, да. Нет, в ютубе сняли, да, как будто бы есть. Ну, на самом деле. Там все открывают. Ну, ничего, мне самая главная идея заразная. Я пошел, говорю, надуйте мне шарики. Иду я с этими шариками, закрываю пиво. Взял трубочку, ну, типа для коктейля, примотал туда шарик. Пиво. Закрыл его. Вторую бутылку, все жду, когда же оно созреет. Хожу там же, кругами. Ну, Веннер такой, у нас постоянно вопрос, а может я слишком тебе, как он говорит, тоже эти все русские слова, скрупулезно там что-то, может я к тебе придираюсь? Ну, наверное, да, говорю. Ну, это как бы стимул, потому что, ну, надо немножко быть чуть-чуть недовольным всегда продуктом, что-то, что-то там новое найти. Да, чтобы стимулировать, да. У него по поводу качества. Он идет, он идет, так, Валера, а давай попробуем так, давай нагреем его, а давайте, а давайте. А как именно пришла, присутствовала на варке тоже, ну, ходила там со мной целый день по кивоваре, туда-сюда, говорит, да, Валера, говорит. У вас точно хендмейн настоящий, ну, потому что у нас все вручную, у нас нету компьютера, нету ничего такого, все вручную, все моется. Как говорил, Вернер, мы делаем так, как делали банахи. А это принципиально, да? Я тебе расскажу, это просто обычное домашнее пивоваре, только немножко больших масштабов. У домашних пивоварей тоже, и точно сейчас продают, да, там кнопочку нажал, так, ну, и так. Я не знаю, я говорю, да, но я хочу, конечно, потому что и руки болят, и все, и спина болит, надо сгибаться, разгибаться, и бегать, и по танке залазить, и все. Может, говорит, давай мы сделаем, если сделаем большие объемы, то есть мы сделаем уже более технологически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это твое хозяйство. Ну, да, но вот такой небольшой, я бы сказал, такой домашний. Домашнее, только немножко, ну, больше, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это варочник на 500, да? Да, это варочник на 500. Он же затирочный, он же варочный, как обычно, на 50 литров. Да, на 50 литров. Тоже, кстати, видишь, что то есть вот я это всё не как бы там нефирменное делалось. То есть это вы вот такое качественное пиво варите в этом оборудовании, я, честно говоря, поражен. Ну а что делать? Что-то доварили, потому что они подняли. Грубашка стоит просто для того, чтобы охлаждать. Это здесь фильтруется, грубо говоря, затир. Дробина, видишь, стоит маленькое сито такое. Через него проходит вода, то есть фильтруется. Здесь стоит такая большая кастрюля. И все обратно туда, уже на типячение. Это у нас тоже танк, они сами делали для нагрева воды, для подготовки. Все-все делалось. Ну и по сути сами ферментаторы тоже, все дорабатывалось. Как бы с компьютером у меня только стоит вот система, которая показывает температу датчики. То есть вот, вы видите, да? Пиво Мали Бир варится вот на таком вот оборудовании. 500 литров варочный порядок. Полуконник. Это тоники, да? Или это 500? 500. 500. ЦКТ. Фильтра стоят, колонна. Все как обычно. Очистка воды. Да, да, да. Здесь, здесь у нас оно, грубо говоря, как мы называем, лагеризуем. То есть охлаждаем пиво. Здесь у нас, ну стоят два тоника, да, три тоника стоит. И пластиковые там по 500 литров есть. Гоуз, кстати, стоит. Амбар. Там пьюз. Это все. Ну вот это для того, чтобы дрожжи сели максимально осели, чтобы мы уже на второе ображение могли закинуть вторую, скажем так, красу. Не суди строго, я не буду рассказывать. Ты будешь пробовать, мы будем все пробовать. То есть ты историю не хочешь сказать? Абсолютно не хочу. Сначала попробуешь, потом расскажешь. Абсолютно не хочу рассказывать. Абсолютно не хочу. Это эксперимент. Эксперимент может быть удачный, может быть неудачный. Но я считаю, что удачный. То есть ты уже его пробуешь? Да, я его не первый раз делаю. Но дело в том, что мы его только в узком кругу пробуем. То есть это 30 литров в год максимум, полтора, может два. Это был второй раз. Судя по всему дюбель. Не угадал. Ну это продолжение Брюна. Здесь, кстати, лучше сбалансированная вся тема. Не, он есть. Он в балансе. Да, вообще. Здесь он в балансе. Здесь выдержка в чем-то. Ну, да, я потом расскажу. В чем будешь-то? Ни в чем. Не, Серега, ни в чем. В ароматике слышишь что-то? Поколоти вот так. Дуб идет. Да. Кружка. Зачем это настояно? Виски. Виски. Ну, не виски. Бурбон. Ну, поскольку я сказал, кукуруза, да. Да. Это настояно на вис на дубовой щепе. Нет. Ну, подожди. Ну, сначала с дубовой щепа настоя. Снова была Брюн. Снова была Брюн, да. Появляется терпкость такая немножко легкая, да? На языке. Дубовая щепа. Ну, лучше вот пусть. Да. Настояно на бурбоне. Две недели щепа на бурбоне настаивалась. Потом пиво настаивалось на этой щепе. И мне нравится. Сейчас модные появились сорта пива, да? В бочках. Выдержанные в бочках. Выдержанные там. Ну, пока что мы экспериментируем так. Это интересно. Пиво? Это очень интересно. Как часто вы варитесь? Ну, мы варимся. Если, например, я сделал, например, вчера я сделал ставковый бомб, то есть нулевую генерацию. И получается через три дня, четыре, начну варить уже. Могу хоть каждый день варить, брать дрожжи оттуда и делать там. Ну, в принципе, в неделю получается где-то три-четыре варки. В общем, параллельно мы еще закрываем, переливаем. То есть, бывает в один день. Вдвоем, да? Ты помощник? Да. Мы вдвоем все варим, закрываем, сам вдвоем переливаем. Все вдвоем. Да. Еще и наклейки клеят. Ну, я очень не говорю, что у многих кривоварен есть оборудование намного, ну, технологичнее, чем ваше. Это значит, я иногда и завидую такому оборудованию. Но при этом качество, ну, некоторых хромает. Меня научили вот так. Я не пробовал варить на другом оборудовании. Ты другого не знаешь? Я и другого пива даже не пробовал варить. Там же даже ту гибкую американскую или там какое-то не знаю. Даже на этой экспериментальной маленькой пивоварни своей? Пока еще нет. Ну, в планах есть. А где? Здесь, где находится? Нет. Там, в принципе, вот такой же варочный котел, только на ножках стоит. От газового баллона. Газовая горелочка снизу, газовый баллон. То есть, ну, стоит одна лопасть для затира и вторая уже, когда идет к кипячению. Угу. То есть, маленькая копия вот этого варочника. Угу. Ну, а ферметрация происходит уже просто в пластиковой бочке. Вот так, в принципе, есть у нас тоже лампы, которые кварцуют здесь после каждой варки каждого. То есть, сейчас дополнительно еще аэрируем воду после фильтров. Вот так идет брожение, видишь? То есть, оно не под давлением. То есть, как обычно, дедовский самогон, помнишь раньше? Угу. Оно себе выкает само по себе. Ты понимаешь, вот эти шланги надо вручную, точнее, не машина их молит. Да, да, да. Эти шланги, эти чиллера, это все надо мыть. Эти танки тоже. Берешь щетку, все выдраивать, потом надо это все. Быть пивоваром непростая работа, да? Да. И мыли еще даже не химией, а мыли обычной содой. История с этим пивом, да? С бурбоном, который мы сейчас пробуем. Друзья, у которых есть виски-клаб, который мы предыдущий рассказывали. Я очень любил Лафрой 12 виски, да? Островной такой, такой дымный, 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 дымный. Говорит, Валерчик, сделай нам, будь ласка, пиво с нашим Лафрой. Я варю темное пиво, оставляю там 30 литров, даже больше. И они мне дают бутылочку Лафрой. Ну, там бутылочка 0,7, я где-то добавил 0,5 на 30 литров пива. На карбонизацию. Короче, через неделю я приезжаю. Ну, то есть оно созрело, они купили пиво. Приезжаю в этот бар. И говорю, ребята, я говорю, ну как? Они там все в восторге. Как пьешь виски, да? Только это пиво. Ароматика, вкус. Потом, ну, дело в том, что это пиво, оно же не может долго остаться. Оно постепенно, постепенно он касается. Да. Дело в том, что первые два дня были раскуплены все бутылки. Они все бутылки сделали нумерацию. Один, два, три. И продали ее сразу. То есть каждый человек купил себе там 2-3 бутылки. Кто-то ящик купил себе пиво. То есть это было такое пиво эксклюзив. Ну, не поверь, Лафрой 12 и пиво темное, это что-то. Это реально что-то. Тут, понимаешь, вот именно копченость вот этого, когда делают Лафрой 12, дым. И темное пиво. Я когда-то пил темное пиво на подымленном солоде. Слушай, я сейчас учусь, Сережа, и учусь. Честно. Закопируем мастера, ты сам становишься мастером. Именно. Ну, дело в том, что в Эндрак Ван Джиж не дает, ты понимаешь. Он не скажет тебе, что, блин, Валера, это было классно. Он никогда не скажет. Честно. Он никогда не скажет, Валера, вот это то, что я хочу. А мне это надо, как такой, знаешь, маленький такой, ну, я бы не сказал, там, кнут. Иногда просто бармены не справляются с информацией о пиве. Они говорят, извините, вот пивовар, и они отправляют меня сюда, ну, людей отправляют. Ну, расскажите нам, что у вас там. Ну, вот смотрите, здесь там идет затирание процентов, там, или фильтрации, то есть, не все. Ну, в городе меня знает процентов, может, 30, что я пивовар. Это в нашем городе. 50-60% людей не знают, что у Валера есть пива. Нужно стать этим художником, понимаешь. Есть любители, которые пишут картины. Есть профессионалы, есть там признанные какие-то там мастера, там, на которых ровняют. Понимаешь? Пока ты еще пишешь, пока есть желание писать, ну, пиши. Тебе подобается трипл, мне подобается голос, востребный блонд. То есть, мы каждый приняли за себя свое пиво. Когда у нас спрашивают, ну, там будешь варить пиво? Блин, ну, мой, классная, такая, знаешь, работа, о которой мечтает много мужчин. Вот тебе повезло, знаешь, спрашивают, кто там работает? Да там, говорю, там, пивоваром. Ой, классно тебе, ой, блин, а что, пиво можно попробовать? Ну, все такие. Потом я понял, что тут реально, тут надо быть и микробиологом. Потому что у меня есть микроскопы, каждый раз это все надо проверять. Немножко химиком быть. Потому что это надо знать систему, все мойки, все циклы. То есть, я к этому, как бы, был, ну, изначально, значит, не готов. Потом, когда это все уже пришло, когда ты все осознал, уже начал с этим работать, уже потихоньку, потихоньку пришло сознание того, что ты что-то делаешь в продукт. А то был, как, знаешь, как еще ученик, там, поднеси, подай, там, что-то показали. Он изначально же вообще люк не хотел мне показывать, ну, люк, который меня учил. Говорит, я буду тебе присылать в пакетиках вакуумированных в спец, ну, там, хмель, в спец, и ты будешь бросать определенное время. А потом он так посмотрел, говорит, тайны, это будет не то. Он показал, там, рассказал, некоторые там тайны свои, секреты есть. Пошел на доверие, он говорит, ну, ты меня тоже не подведи. Он такой, знаешь, ты меня не подведи. Ну, в принципе, раз в год это приезжают. Мы делаем марки, кстати, совместные с ними. Контролируют иногда. Он, как, они, как друзья, они живут на одной улице, одно село. Односельчане. Односельчане, да. И там еще у них есть, кстати, он недавно появился, цих. Он очень классный микробиолог. Он отвечал очень крутой пивоварне бельгийской. Я только запомнил, что какая-то бургундия. Они вот делали чисто-чисто видное пиво там бельгийское. Он отвечал за качество пива. Он такой микробиолог. Он, блин, мне тут такой, знаешь, дотошный такой. Он постоянно там, блин, ты там делаешь анализ. У меня же по случаях. У меня же по случаях. Каждая варка берутся анализы. У меня же тепловая камера, где я специально пиво состариваю быстрее, чтобы знать, как ты ведут себе пиво там, например, уже когда дозреет. Но интересно, интересно. Вот если бы мне еще где-то пойти поучиться, знаешь, закончить какой-то там курс, я бы с удовольствием пошел. У тебя есть прекрасная возможность. Сейчас вот с 1 марта набирают курс. Я там тоже буду учиться. Да? Там как-то заочно можно? Это интенсивный курс две недели. То есть неделя, потом неделя перерыва и потом еще неделя. Каждый день. Каждый день. Понимаешь, тут проблема в том, что тут еще варки у меня. У меня, в принципе, и Дима может сделать такие сорта, там, ну, легкие, как номер один, там, пилс, он, в принципе, уже делался. Они выдают официальный диплом, сертификат, мастер пивовар, там, повышение квалификации и все остальное. Я покажу так, скажем, там, домашний пивовар такой. Ну, у тебя уровень уже не домашний пивовар. Я просто думаю, что как бы с твоими вот этими наработками, да, ну, если там не абстрагироваться и не считать, что это все дико секретно, как бы, ты мог бы даже своим опытом уже делиться с теми, кто действительно хочет в бельгийском стиле что-то сварить толковое. Нет, я бы не сказал, что там какой-то секрет. Секрета никакого нет. Хороший ядрожник, хороший, видишь, мы используем тоже солод, хороший немецкий, бестманский. Ну да, система паузы здесь очень имеет дорогу. Да, ну, система паузы, это, наверное, самое первое, да. То есть, ну, я понимаю, ферментация, там, ферменты вступают в свою реакцию, в определенные температуры, это понятно. Вопрос в другом, как бы, ваша технология, которую вы делаете, она не классическая, как бы, ну, в нашем понимании, в крафтовых пивоваре. То есть, тут есть определенные нюансы, которые, благодаря которым ваше пиво такое, какое оно и есть сейчас. У вас тут технология такая, которая максимально приближена к той технологии, по которой в Вестмале тоже делают, там, в Бенге, там, многие делают пивоварную. Причем она не адаптируемая, она бескомпромиссная, скажем так, да. Вот нас научили делать так, и мы так делаем, именно поэтому наше пиво такое. Многие процессы можно было бы оптимизировать. Можно, да. Но при этом пиво, наверное, стало бы тоже другим. Возможно, возможно. Если бы это было слишком все автоматизировано. А у нас даже какие объемы, чтобы это все делать на автоматизации? Тут даже не про автоматизацию. Я не хочу сейчас показаться необознанным в каких-то нюансах, но что-то вы там делаете не так, как все. Ну, в принципе, ну что, ну. Мы стараемся избавиться вообще от первой расы, которую мы дали на ферментацию. Вот. А уже на брожение бутылку или тот же шкех, мы уже используем другой штамм брожей. То есть по максималке избавляемся от первой, то есть второй уже дает нам более там вкус, определяет тот вкус, который мы уже хотим получить в пиво. То есть, в принципе, как бы там это не секрет, это бельгийцы, в принципе, все так используют. На ферментацию у нас идет один, на карбонизацию, когда мы уже делаем повторное брожение, идет второй. В гости идет три штамма. Вы повторно используете эти дрожжи или нет? Ну, только в период ферментации. То есть если я сделала сегодня нулевую генерацию, и потом с нее я сделаю варку. Трипла, там, блонда, номер один, там, что мне надо. Только единственное пиво, голос, там используется один штамм дрожжей, потом он снимается, потом забрасывается второй штамм дрожжей, он тоже снимается, и уже третий идет на карбонизацию. Верлер один из основателей данной пивоварни, данного заведения. Вот сам Бельгияс, вот он сейчас нам принес эксклюзив. Это выдержано в бочке из-под виски, да, я так понимаю? Нет, виски добавить и больше всего в пинов. Это квадрюпель, 11,7% алкоголя, куча медалей. Вот такие эксклюзивы сегодня. Верно, расскажи вообще, откуда была идея создания такого заведения, и вообще этой пивоварни? Все хотят пива? Мы уже сделали как хобби пива 12 лет в Бельгии. Мы только сделали на бутылке 0,75. И мне очень понравился лагерь пива. У вас на Украине было столько лагерь, пива нету. Еще такое, но это время. Это было в 95, 6, 7 годах. И потом уже после 2000-2002, наверное. То есть задача такого понятия, наверное, что пивоварни в Украине не было, да? Да. Я всегда ввожу эту бутылку через автобус до Украины. Друзья пью, все очень понравятся. Ну, раньше друзья сказали верно, когда ты будешь в Украине. Потом друзья же стартую сказали верно, когда будет пиво в Украине. Ну ничего, пиво уже больше важно, как я. И потом я решил строить это здание здесь, офисное здание. Ну это таки половина подвала, можно так сказать. Там бы все окна там нет. И мы думали, что первое дело спорту здесь. Потом у меня это хобби пиво. Ну да. Для офисента лучше делать ресторан. Бизнес-ланч и сделать это пиво. Вот так это было. То есть ты был таким пионером крафтовой революции, да? Первый раз мы пивоварни в декабре 2014 году. В 2014 году уже существовали пивоварни, да. Но именно такой пивоварни с чисто бельгийским направлением до сих пор нет. Ниша открыта, да. Время от времени некоторые пивоварни варят в бельгийских стилях. Но так, чтобы вообще вся направленность была бельгийская, такого нет. Что у нас интересен, у нас в принципе полностью система, как качел. Это как делать, наверное, так, как люди работали 30 лет назад. Там есть более какие минусы тоже, но есть очень много плюсов. Это как раньше делают, наверное, борщ, печь. Ну, по-другому все. Но есть одно минус, бывает пиво немножко висит, да, одинаково. Живой продукт. Мы делали налаженный танк 1000 литр саживого варки, это уже лучше, но это тоже немножко... Ну, и есть тоже минус. Много патриалов пришло. Как минимум каждый патриал, как 10%, наверное. Ну, как это объяснить? Система такая. Я понял. Но мы с Валерой... Новая система, ты... Да, мы с Валерой говорили по поводу того, что у вас пиво варится по какой-то особенной технологии, да, и можно было бы сделать, ее оптимизировать во многом. Но пиво, наверное, было бы уже и другое. У тебя тоже такое мнение? Да. Это наш характер, наше пиво. Конечно. То есть у вас классический вариант такого, хендмейд, руками сделанного пива, да? Да. Как у нас будет больше объем, и уже надо входить на другие системы. За это я даже боюсь, честно. Это входит уже на другие, по большому объему. Я не знаю почему, как делают кастрюли, суп даже, маленький объем, он всегда вкуснее, как бурцы объем. И факт есть. Тоже по еде, по пиву. Есть у вас постоянные посетители, которые приходят именно пить ваше пиво? Да. Есть люди думают, что там добавят, как после наше пиво уже. Ну, не сказал. Не пьют другое. Да. Зависимость появляется. Зависимость. 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 По-преживому. Понятно, наверное, есть люди, кто сказал раз и не так. Ну, я еще это не встречу. Мы знаем, сколько мы можем продать, мы смотрим рынок цена, но мы не думаем, сколько будет стоить ингредиент. Мы купим самое лучшее. Я хочу. Я не могу делать, что там не важно, это построить, что там другое. Я не могу делать плохо. Я не могу просто думать, я должен был бы какой-то прибыль, мы не думать как бизнес. Мы думаем как хобби, и мини-патриал деньги. Обычно хобби стоит деньги, но, слава богу, это уже не стоит. Я понял. Я посмотрел просто, у вас цены такие довольно демократичные. Мини в Киев первым. И стоит эта цена. Когда ты делаешь больше маркетинга, больше рекламы, ты можешь делать больше цены. Стратовое переварение выгодный бизнес? Пока у нас это не выгодный. Для вас это бизнес или больше... Это как хобби, но, конечно, у меня такие короны, или как. Ты захочешь только заработать деньги? Ну, конечно. И посмотри, как будет. Самое главное, я думаю, что мини-патриал качества, и сам любишь пью ему. Это было больше как хобби. Первое – это качество. И как мне это тоже до гостя повысило это. Не просто бизнес, мерзость, туры. Покойно, все. Можно работать заниматься тем, что тебе нравится. Ну, да. За это и выпьем. Все равно не могу все деньги заработать. Тоже долгий хоббит какой-то. Ну, это приносит удовольствие. И людям. Ну, вообще, сама технология бельгийского пивоварения построена на оде дрожжан. О, да. Ну, потому что, как бы, если говорить о американском пиве, это ода хмеля. Тоже чешское пиво – это ода саладан. Саладан. Ну, непосредственно, да. То бельгийское пиво – это дрожжи. Причем это уникальные дрожжи, это уникальные штаммы. Они очень узнаваемые. Очень узнаваемые. Очень классно с ними работать, смотреть. Да, мне очень нравятся эти дрожжи. Я попробую, конечно, сейчас с лагерем поработать. Попробую. Потому что есть у нас они сейчас приедут к Майе, бельгийцы. Мы хотим попробовать именно делать лагер. Они мне привезут штамм дрожжей, покажут. То есть они у себя там уже делают. То есть они сначала делают там, потом привозят ко мне, учат. Показывают, как. Ну, а там говорят, как у тебя там уже. Делай, что хочешь. Ну, да. Как мне говорят, ну, что на этот раз. А вот ты говоришь, что экспериментируешь на маленькой пивоварке, да? Да. На свое личное осмотрение или тебе Вернер дает какие-то наводки? Вернер может мне поставить задачу, ну, например, Валера, давай там сварим, как ты говоришь, сезонное, там, легкое пиво. То есть мы до этого не планируем вообще пшеничное варить. А я говорю, почему? Ну, смотри, есть вот бельгийский вид, там, вайт. Давай попробуем, типа, ну, люди же любят такое пиво. Ну, давай. Ну, если ты его сделаешь, говорит, классным таким, что он мне понравится, тогда мы его, типа, пустим в это. Я делал его, наверное, раз пять или шесть, я не помню. Разных, разных сортов. Некоторые я делал по два раза, потому что мы не поняли. Потом надо было немножко угадать с карбонизацией. Мы не угадывали с карбонизацией немножко. То есть пока... Ну, смотри, я ему вопрос задал. То есть это твое личное изыскание, это твой личный креатив? Или, ну, Аверна выступает только как инспектор, да, грубо говоря? Или он приезжает, пробует и говорит, нет, тут сделай вот так, сделай это. Нет, мы не только лично, мы собираемся, мы садимся в нас тут, если... Причем садимся там я, там моя жена, все пробуем. Иногда он берет эти бутылки, ну, пару бутылок, отправляет туда, в Бельгию. Они там пробуют, дегустируют. То есть они так просто, что выпилили, да нет, это не пойдет, это не мое. Кому-то понравится, кому-то не понравится, тут же вкус разный. Вот, как мы сидели в последний раз, взяли тоже виты разные, скрафтовые взяли, обычные взяли, плюс тоже туганинцев. Попробовали, решили, да, что как бы это нам подходит. То есть до этого были, они там и смеялись с меня, там, ну, такое, знаешь. Что-то им очень было понравилось, он говорит, что ты там добавлял такое, что мы даже не можем понять, что ты там кидал туда. Ну, а все-таки, почему не использовали несложенную пшеницу? Это все-таки классика бельгийского производителя. Пока решили вот так, пока решили вот так. Потом, может быть, попробуем еще. Но пока решили, пока что вот на саложенке делать. Проблемы с фильтрацией были все-таки пшеничный стиль? Абсолютно. Абсолютно. Никакой. И хороший выход. У нас, кстати, КПД, ну, такой, у нас же стоит лопата, которая постоянно помешивает. У нас, ну, где-то процентов, я бы сказал, даже под 90 хороший выход. Ну, это очень круто. Да. Вопрос такой можно задать? Себестоимость тела вашего? Себестоимость, бутылки? Ну, не знаю, литра... Я не помню точно, но где-то то ли 18, то ли 20 гривен получается. 0,33 бутылочка. Порядка 60 гривен, где-то, ну, 55 гривен литр. Это так, себестоимость. Да. Ну, понятно, что там Крипль будет дороже, там... Ну, соответственно, да. Ну, пока что самый Гоуст, потому что он из-за того тройного удержения, там очень много хмеля. По своей стоимости он больше всего. Ну, вот я не беру там драйхопсы, там, это такая маленькие-маленькие партии делается. А драйхопсы это были на шишках, да? Прямо на свежем хмеле? Есть и на шишках, есть и на гранулах. А хмель откуда был? Бельгийский. Мне привозят для драйхопса и вообще, я из мозаики использую только для этого, для драйхопса. Есть в гранулах, есть с шишками. Я использую и тот, и тот. Иногда тот, иногда тот. Какой мне привезут. Я понял. Но шишковый больше нравится, там больше альфа. И он более такой, похучий такой, знаешь. Он больше в запах бьет. А вот гранулированный, он больше в вкус идет. Я брал даже за базу блонд обычный, блонд. Потом я его сливаю в холодильник и уже в холодильник и уже добавляю вот этот хмель. Для драйхопса. А хмеляю таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давайте, за встречу. Трипл, только какой у тебя. Только я уже пью его. У тебя уже вспотел. Любимый стиль пива у меня. И Валера действительно варит такой трипл, который я бы не отличил. Я бы не сказал, что это у нас варено. Можем сравнить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наливается трипл. Так, мы сегодня вечер посвященный бельгийскому пиву. Это мы решили, ну, может, не закончить. Какое закончить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это самое, ну, необычное. Это очень... Это не для всех. Это очень спецификус. Какой год? Это мой читайный интернет. Это твой, да? Да, это мой. Этот 6,5. Этот сколько? Это 17-й год. Вот этот 17-й. Это 18-й. Это вишневый. Да, это 17-й. Этот 7-й. Не, они все вишневые. Это бутылка 17-го года. А этот? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До 2013-го. Вы готовы? До 2013-го. Да, это 17-й год. Это 13-й. 18-й. Мы принесли в подарок 18-го года Ламбика Оде Крик. Вернер принес нам Крик 17-го года. У него 3,5% алкоголя всего. А тут есть еще винтажный Крик 6,5%. Он 12-го года. Сейчас будем пробовать. Это, который вы привезли, да, Крик? Ну, да. Слушай, а там пробка. Да. Там стопор нужен. Я вообще обожаю, честно говоря. Я уже слышу. Больше в этих бокалах раскрывается вкус вообще пива. Вроде как бы винные бокалы, да, но ароматика идет как раз с этих бокалов. И она вообще хорошая. Я так смотрю, как зачарованная. Это ламбик такой вообще. Ну, это 13-го, да? Смотри, в цвете он такой же. Это тот же напиток, только на 8 лет старше. Ну, а так уже, кстати, в магазине бы стоил уже не пару сот гривен. Смотри, как быстро падает пенка. Да, нормально. Кстати, темнее. Да, темнее. Намного темнее. Смотрите, аж... Ваш выбор 18-й год. Более молодой. Мы любим молодой. Ой-ой-ой, это такое прям вообще. Как дегорь. Оно, ух. Сюда. Ну, жару я бы такое попробовал. Когда жарко, жарко. Ну, вы тоже точно понимаете, что как бы здесь баланс температуры тоже существует, да? Оно теплое, оно стояло, да? В коллекции стояло просто. То, что мы делали, это шампанское, пиво, шампанское. Потом нужно ему это на минус 20. И вот, вот, открыт, и снимают там это дрожжи, отсадки. И опять, кто там там там. Ну, подожди, но когда мы делали конечко, это тоже было не так. Кто будет платить деньги за нас и работать? Неинтересно. Пока ты будешь позабачивать. Валера, Валера сделай... Для нас 60 литров можно, но... Ну, для нас, для нас, для нас. Как мы делаем. Вот такое пиво только для девушек больше. Ну, интересно. Я не знаю, девушки прекрасно пьют наше пиво. Как молодой, три месяца и все. Три месяца и он уходит уже вниз. Ну, в принципе, такой пиво у нас стоит... Магазин 7-8 евро. И здесь никогда не получил... Это как? По-сампански. По-сампански? Да. Кстати, он очень популярный. И здесь никогда не получил какие-то там нормальные деньги. Ну, потому что мы его сами выпили практически. Нет, 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 нет. Ты же даже не предлагал. Ты же даже его не предлагал. Мне не успел продать делать, и сам его пил. Тоже интересно. Ганнер, не проблема. Я могу сделать. Это самый лучший вариант. Хороший. Самый лучший вариант. Сам я могу пить и не прожить. Я согласен. То есть, если ты видели такие гости, которым ты хотел, что чем-то и не выпить, давай шампанское. И это был хурор, это было классно, это было красиво. Ого! Красиво! Это должен быть не кислый. Ну, пробуй и скажи нам. А ты не подумаешь, пробуй еще. После двух криков нам как бы... Просто сладкий. Ну что, нормально? Да. Это какой год? О, так какую можно пить? Ой, пахнет классно. Причем пахнет даже не только вишня, а даже и веточка. На которой, на которой эта вишня. Вишня. Да. Вот, вот для ценителей. Вот это тебе. Трипл моле. Рубич. Скажи, Сереж. Согласен? Это, наверное, было слышно, да? Крик, да. Ну, ты что, кому хочешь? Классное пиво, но... Я вот это хочу. Оно по сезону. Все. Кислое пиво. Вот ваше бокало. Ну, боже. Ну, я уже это тебе долила, уже взяла. Кислое пиво.